Вся королевская конница, вся королевская рать готова ворваться на второй, даст второй. И это не игра слов, это так все и есть. Всего лишь один даст на сегодняшний день у нас был пикнут на мажоре. Сейчас будем наблюдать второй. И команды уже, кстати, играли на этих картах. Играли как на Мираже, так и на Дасте. Играли буквально... PGL. Да, именно там. Даже не PGL, а PLG. PLG Grand Slam, да. Да, все так. И Fnatic там выиграли. Да, 2-0. Но на Мираже там была плотная борьба, на Дасте чуть менее плотная. И сейчас я не знаю, если честно. Я, в принципе, по этому плану и оттолкнулся. Игра у них на Мираже пошла. Они смогли реализовать этот свой хаотичный плейстайл. И карта Dust, ну, если верить вашим словам, это тоже подходящая карта для такой игры. Получается, G2 должны отлетать, как считаете? Я же сказал, я считал на 2-0. А если переходит все до Overpass, то Overpass выиграет G2 и будет 2-1. Но вот по такой игре очень сложно определить. То есть сейчас на Мираже мы не увидели G2 вообще. Мы увидели, что Fnatic бегают, Fnatic убивают, Fnatic все удобно. Сейчас Fnatic начинает за защиту. Fnatic угадали со своим пиком. Да. Сейчас Fnatic выбирают сторону. Скорее всего, это они выберут диффенс. И все будет зависеть, опять же, от JV. Насколько JV будет, мне кажется, наглеть. Вот если он настолько себя сейчас комфортно чувствует и будет выходить на мид, пытаться перестрелять АВП, то, мне кажется, команда Fnatic поплатит за это. Все его пуши, там, смок какие-нибудь с ВВП. То есть реально много зависит от JV. Я бы сказал, что если бы я был на месте G2 и пикал бы DAS2, я был бы готов к этим маневрам, к этим мувам, которые делает JV. И, в принципе, я уже говорил до этого, что Fnatic скорее всего будет за кости игры, что 1 вычисляет длину, 1 вычисляет под B, под смоки, и 3 игрока занимают ZIG. И тем самым они могут сделать и сплит на B, и сплит на A. И они такие вот будут комбинировать за счет этого. Если опорники будут ожидать выход на B, выход на длину слов в тайминг, тогда у Fnatic будет проблема. Наш режиссер дал интересную информацию. Команда Fnatic выбирала сторону и начнет она за атаку. Такое тоже бывает. Хотя, для меня это удивительно. В принципе, ребят, в принципе, атака на этой карте должна как бы доминировать по контролу. Может, они по варианту, как им было удобно только что за атаку на Мираже играть? Ну, типа, у них пошло. Бегать, убивать, так же они продолжат. Вы же понимаете, как оно решается? Оно решается по факту. Пацаны, за кого хотим начать? За атаку или за контрол? Давайте за контрол, хорошо. Давайте за атаку, не вопрос. Это как бы атмосфера в команде, тут нет какого-то там плана на игру. Ну, то есть, они полагаются на ощущение, а не на объективную истину. И правильно ли это? Да. Ну, некоторые команды на кэше пикуют к этой сторону. Хотя доминирует, опять же, атака. Те же были, по-моему, вчера команды играли. Те же, то ли Авангард, или китайцы пикнули к этой сторону на кэше. Хотя там доминируют. Было дело. Авангард за атаку начинали как раз. Обратите внимание на коэффициенты от нашего партнера по рематчу. 1,28 на Фнатик, 3,45 на G2. Фнатики выступают фаворитами в серии. Это коэффициенты на всю БУ-3, друзья, если вдруг. Ну, и в целом, этот коэффициент, ну, понятно, чем объясняется. Но G2 могут, по большому счету. DAS 2 — это самая популярная их карта. И, пожалуй, единственная карта, на которую они идут с таким достаточно внушительным винрейтом. При 13 сыгранных 77%. Это, получается, сколько, 8-9. G2 всегда любили эту карту. Всегда ее пикали. Я помню, там много матчей, даже против Аэрофанера или против СНГ-сцена. Они постоянно продвигали. И либо Инферно, либо DAS 2. Это две любимые их карты. Соответственно, они пикают DAS 2, и я не чувствую себя там комфортно. Настолько же, сколько Фнатики уверенно себя чувствуют на Мираже. Ну, карты чем-то похожи, да? То есть и там, и там Фнатик могут играть в свою игру. И в этом плане G2, возможно, вместо DAS-то стоило отдать предпочтение кэшу какому-нибудь, которому тоже неплохо. Тут еще есть такая штука, когда ты даешь противнику право выбирать сторону. Если ты, например, пикаешь нюк, ты не хочешь начинать там за Т сторону на нюке, потому что там можно попасть под полную доминацию, и потом за камбэчиться можно. Тяжело. Когда ты пикаешь DAS 2, тебе, в принципе, что и контры устраивает, что и атака. Если ты будешь начинать. В принципе, карта такая балансная, но больше предпочтительнее, начиная, конечно, за атаку. Но опять же. Кому как. Кому как, да. Сейчас будет интересно, кстати, если я такую истину выявил, что на DAS 2 очень важно занимать длину за атаку. То есть если есть респы, надо всегда их использовать. Толя, я не могу с тобой не согласиться. Так подожди. Тут некоторые команды. Есть вариант, что вот как защита у контров будет построена, то есть если они будут грамотно отбивать эту длину, или если же нет респов, крутые флешки, заняли быстрее яму под флешки террористы, то надо что-то делать. Нельзя оставаться в ZE, например, и ждать, интересно, пойдут ли они длину или нет. Потому что сейчас такая мета, если ты занял длину, ты просто идешь длину, кладешь два стандарта смака и проходишь по стандарту. Ты просто не встречал команды, которые знают, что надо делать, если ты отдаешь длину. Да как-то встречал. И что делают? Мид занимать. Ну а если они проходят, сразу же длину. Сразу же прям, то есть вышли и бегут. Молик на подъем, и все, и встречаешь их там. Как давал тот же Кримс? Он давал классный one-way smoke, вставал в него и принимал сразу же всех там. 58% наших зрителей на Твиче отдали предпочтение шведскому коллективу. 42% верят в G2. Кстати, большой процент болеет за французов. Это немного неожиданно. Ну ладно, господа, ваши предикты на вторую карту. Ну мне бы очень хотелось бы, чтобы выиграли G2 на этой карте. А я думаю, что все-таки Fnatic заберут вторую. Проверим, друзья. Играйте, записывайте, транслируйте без компромиссов с игровым ПК на базе Intel Core i7. Мы передаем слово нашим комментаторам, Sleep Sunwile и Анишареду. Доброго времени суток, дорогие друзья. С вами студия Руха по-прежнему Андрей Анишаред и Евгений Sleep Sunwile. На проводе это Intel Extreme Masters, катавица 2019 года. Мейджор по дисциплине Counter-Strike Global Offensive. И третий, третий, подожди, получается, это же не третий. Уже четвертый день? Уже четвертый? Вау. И время летит? Вау. И вторая карта? Четвертый день. Да, пока что четвертый. Осталось... Совсем чуть-чуть? Вот это до следующей. И New Challenger Stage закончится. И самые лучшие команды выйдут таки, собственно, на New Legends Stage, так называемый. Где встретят старых Legions, которые им там покажут ботинок на постаменте. А давай вспомним, кто у нас уже прошел в легенды. Это команда Renegade. Это Energy. Это Авангард. И... Как насчет... Энце? Энце. Ну да. А наши обсерверы тоже, как и команды, проходят в следующую стадию автоматически. Потому что мы с вами смотрим за всеми противостояниями. И это G2 и E-Sports. Соответственно, на стороне защиты и Fnatic будут атаковать. Выход в лонг. Тем временем Лаки находит мисс по Броуну. И у Fnatic проблемы с первым пистолетным раундом. Как мне кажется, потери одного это не сильно страшно. Но они выходят с фитером через Short. А G2 к этому раскладу должны быть готовы. Не, подожди. Может быть не выходят? То есть сейчас посмотрим. Какие есть идеи. Одна флешка есть. На миде здесь Кенниса пугают. У вас смока нет. Вы точно хотите бы сплитить? Тогда в таймингах в миду, наверное, выбегать. Или вообще не выбегать. Потому что без смока. Ой, такая вот идея. Прям не знаю. Куча мыслей в голове. Просто хочу посмотреть, как это закончится. Шокс на дальних. Получает здесь в лицо. Опять получает. Боди-боди. Шокс делает по киллу. Да, у бывшего Хаммера здесь один из игроков команды Фнатик. Ну и как раз там, наверное, экзисты будут погибать. Выходят с позиции бывшего Хаммера. Твист остается последний. Твист. Сейчас или никогда. Нет, кастует фаербол очень долго. Подожди тут еще. До него 40 секунд. Но там со спины крадется Джекс. Сейчас или... Или... Или никогда пока что на этом пистолетном раунде. Он сражался как герой. Как лев. Как лев львиный. Львиный лев. Понял. 1-0 польза команды G2. Дорогие друзья. И да, пока французы начинают с пистолетки. Значит, предположительно, могут взять и второй. Но только вот по поводу форса сейчас я посмотрю. Они будут или не будут? А то фнастики-то любят иногда. Не всегда, но иногда. А если вы тоже думаете, что будет форсбай, то пишите нам в твиттер с хэштегами RUHUB и CSGO. Мы обязательно взглянем на ваши расклады. Не в этот раз. Просто экран все в порядке. Диггл для твиста. Все остальные ребята со стандартными глоками. Соответственно. Ну вот это B. Изначально пистолетки странно немного смотрелось. На мой взгляд. Ну ладно, окей. Решили как решили. Это тоже аналитика разберет. То есть какие были варианты. При каких параметрах это все должно было сходиться. Там и так далее. Против девайсов, естественно, будут ребята работать. А такие не шрабы, кстати говоря. MP5 SD модификации. В контрсаке есть только один. Но в любом случае так долго ждала я эта пушка. И вот она. Как же рад я увидеть ее на божале. Не ты один. Посмотри, как идут Фнатик. Они идут в шорт. Тут Шокс. Здесь вармгард. И что-то забирает первого. Забирает второго. А на третьего переводится на ЛДЖВ. И уже расстреливает с глока. И проход пудаплэн практически открыт. Разве что с просвета уже открывается Кейнис. Джек снова летит в спину. И влетает на ЛДЖВ. И далее Кримс Экзиста под один спрей. Это 2-0. Французы пока что расправляют свои крылышки. Пока да. Ну, экраунд. Антиэко свое, соответственно, они отыграли. СГшка для Брола. Для Брола на снайперскую винтовку я уже видел. Так. Победитель на карте. Коэффициент от нашего партнера париматч. 1,62 на 2,20. G2 Фанатик, соответственно. Да, пожалуй. Пока что. Вот не буду спорить с нашими букмекерами. Пожалуй, да. Очень похоже пока на правду. Но стоит обождать немножко. Да и выбор, опять же, стороны команды Фанатик. Тоже вызывает некоторые вопросы. Может быть, Джакс Кримс за синим. С коробки вышел. В порядке. Все, еще в порядке. Его не будут пушить. Очень страшно команде G2. Потому что непонятно, сколько конкретно вышли игроков на синий. На самом деле, там основной зеной команды Фанатик. И вот флонг. Попытки как-то выйти от террористов. Потеря дальней дистанции G2. Может несколько доставить трудностей. Да и к тому же позиционка очень интересным образом складывается у французов под аплентом. У них вроде как Кеннис. Но вот знаешь, тот самый момент, когда Кеннис играет без АВП. И напрашивается вопрос, почему? Почему Алик у Шекса? Потому что, возможно, Кеннис не чувствует себя сейчас хорошо для АВП под этот девайсный раунд от команды Фанатик. И отдал его Ришару. Ришару иногда стыляет с АВП. Да, да, есть такая тема. Поэтому за Кеннисом надо отдельно последить. И ему, видимо, не хватает уверенности. Пока что Шокс не промакивается по Кримзу. Шокс делает свою работу. В принципе, команда должна доедать остатки команды Фанатик. Твист отвечает по Кенни Шрабу, но Кенни не был основан снапером в любом случае. Тут Джекс кукли-стайл. Возможно, сейчас его исполнение будет весьма кстати. Бролан смог установить бомбу. Попытка раз, попытка два. Рыболов, конечно, из Джекса такой себе. Ну, не удалось. Но было реально близко, на самом деле. Да и кучная стрельба. Конкретно с темпи в Найн хорошо заезжала бы. Бролан с СГшки ставит уже плюшку что-то под Джексу. Слушай, очень сложная ситуация становится для команды G2 Esports. Казалось бы... Лаки! На Лаки выходит, забирает Брулу. Хорошо. И Гусь остался. Гусь! Гусь и Гзист. Гзист и Гусь. Тяжелая ситуация для Гзиста. Очень сильно тяжелая. Твист! Вот он, Твист! Он промахивается, погибает. Здесь последний моментально отлетает в итоге от Лаки. Это 3-0 за командой G2. На половине защиты. Пока что для французов все довольно приятно. Приятные бонусы влетают в любом случае. Но! Но! Стоит отметить не очень хорошие индивидуальные моменты от Fnatic. Местами Твист. Тут там в яме косит чуть-чуть. Плюс Броуна. Тут цепанули на подъеме. Лаки вышел очень широко. Но с другой стороны у него была видна тень у соперника. Так что все честно. Все по правилам нашей с вами любимой игры. А вот что сейчас по правилам игры есть у команды Fnatic. Так это пистолеты с арморами. Низкий уровень. Гранат. В смысле количество гранат. И задумка. Низкий уровень гранат это учебный, наверное. Бракованные хаешки. Просто учебные. Два Уга плюс М4. Плюс два АВП от команды G2 Sports. Что я вижу? Единичку от Fnatic. В четыре лица. Может быть, если пойдут. Пока не уверен. Пойдут. Куда вы денетесь? Шашлухецкий от Лаки будет? Еще одного. Еще одного. И последний остается. Это Броуна. Он как раз под верхней семкой выживает. Похоже на тир. Ну такое. Ну то есть, ребята... Не знаю. Пистолеты были хорошие. Гранаты... В смысле, пистолеты классные. Гранаты, опять же, тоже есть. Но выбрали почему-то вот этот вот вариант. Причем сплит, то есть мидл там никто не открывал. Человек вообще на парапете. Ашарта был. И решили против потенциального даже Уга, там даже не обязательно снайперская метовка стояла бы, пойти. Там риск платформы, она просто расстояние. И дальний, и дальний даже не то, что закрыть. Там Молик залетел, но Молик уже был слишком поздно. В общем, очень много вопросов по поводу этой атаки от команды Фнатик. Твист тем временем на миде. С Лаки может быть сейчас пересечется, но и в итоге разошлись как в море корабли. Но Твист продолжает активничать под мидом, пытаясь заставить нервничать. Лаки с ВП. Полторы минуты. Там в ланге на самом деле аж три игрока команды G2. Несколько заставляет задуматься. К тому же Б базу у Фнатики еще не прощупали, насколько я полагаю. Лаки ровно целится по ногам. Как это делал Джей Ви на Мираже. Возможно, сейчас каким-то чудеснейшим образом он заберет сначала Твиста, а далее в шарте Джекс прогуляется по Молику вместе с Шаксом. И Джей Ви полфлэш заходит, замечает одного, но второго до сих пор не видел. И еще хороший мисс Боброуну всмог. Слушай, хорошо получилось. Понятно, что тут плюс-минус на чуйке, что может быть кто-то второй, но пуля рандомная все равно залетела. Кримзевич остается последний. Тяжелая ситуация для Кримза. Отлетает от Кенниса, не угадывая с точки зрения того, где выходит на него противник снизу или сверху. Смотрел наверх, противник выходил снизу. Пока что 5-0. 4200 есть у команды Фнатик. Это означает, что можно купить второй армор, калаш и... Сейчас, секунду, что там. Смог и флешку. Да, вот так. Хочется вспомнить слова наших аналитиков, что атака вроде как должна выигрывать у КТ-стороны. Ну, вроде как. Но сейчас 5-0. Ой, какие. Кадеты за G2. Какие молодые люди. Армия России. Классно. На отдыхе. На отдыхе. Но на самом деле хорошо проводят время. Смотрят шикарнейший матчап. G2 Фнатик. Одна команда была однозначным фаворитом этой квалификации. Другая была неоднозначным любимчиком некоторых лиц. И сейчас борьба за то, чтобы не выбыть с турнира главного турнира этого года. Это очень сочно. Главное, чтобы их командир не был за Фнатик, например. Врывается в кадетскую. На рядовые встать! Кто здесь за G2? Поднять руку. Поднять руку, да. И думая, а что делать-то? Как бы доучиться-то вообще-то в кадетской хочется. Вот. Отвечать неправду, наверное, не очень хочется. Пистолеты не дефолтные от команды Фнатик. Есть вторые арморы. Кримза уже нету. Джакс его нашел при выходе с коробки. Джакс там, как я понимаю, не так плохо стоит, судя по всему. Может за синий, кстати, зайти. То есть в угол по 90 у синего встать и просто охранять эту позицию. Все в порядке. Это отличный вариант защиты. Шокс-гусь. Да, Шокс на гусе. Там подсадочка в шарте. Байт с пистолетами и арморами для команды Фнатик. На вопрос, как они его будут реализовывать. Здесь выход-то под Смока вообще надо там с флэшечками, да. Но один Смок, одна флэш. Уже и Смока-то нет. Он полетает вообще-то на лонг, чтобы поставить бомбу под лонг. И как-то Шокса здесь надо изолировать как минимум. Точно, он пытается выйти, Шокс, но одного все-таки забрил здесь. Лазерная УК здесь действительно работает с прицельной стрельбой. Игзист. Твист, игзист. Пали. Джеспер, он же Геспер. Если по-хорошему, не справляется с управлением 6-0. Пока никак. В смысле вообще никак. Там 0.06, да, по-моему, был у последнего самого нижнего игрока. Ну, да, по-моему, если там покажут наши любимые обсерверы. Ну, я вот кусочком там Кримс. Да, да, у Кримзевича прям никак не работает. 0. 0 просто по всем параметрам, кроме эффекта флэша, по-моему, да? Зеро. Просто зеро. Грустная история. Очень грустная история, если честно. Дабл-ВП в защите от команды G2. Против Дабл-ВП от команды Fnatic. И Лаки решил попытать счастье в аркаде базы B. И его Твист ловит на месте. Пал отжался. Лаки уже не может так просто действовать в этом направлении. Кримс, тот самый человек, которого ты выделил сейчас, будет сражаться с маком. Да, да. И тут, кстати, у Твиста проблемы с хп. Но я думаю, что Кримс дождет свои цели. Хедшот по оппоненту. Ну, и вражина уже 5-3. Неплохо в коробке закрыл здесь. Действительно, все вроде получилось. Слушай, ну, есть варианты разыграть команде Fnatic, но из тех атак, которые я видел, все атаки были довольно хаотичные. Это означает, что да, 5 на 3 они как бы вроде вытаскивают этот раунд на самом деле. Но из-за того, что я видел те атаки, которые не были, у меня есть громадные сомнения, о которых стоит сказать до конца раунда, чтобы потом не говорили, да нет, ты же видишь, что там G2 Swartz опять седьмой отыграли. В общем, и тогда гораздо проще говорить. То есть лучше заранее. Я вот говорю, у Fnatic могут быть большие проблемы. Даже 2 в 4. Один раунд может вырыть яму в дальнейшем, да, если не смогут взять несколько бай, соответственно. Опа, Шакса тут немножечко. Немножечко треснули под затыльник, но ничего такого. Даже 2 в 4. Даже 2 в 4, уже 2 в 3, но размина отжили. Ну ладно, окей, уже вот один бадди остается. Бадди. Кстати, как был близко бадди для того, чтобы, в принципе, наверное, даже убить своего оппонента. Но все-таки Fnatic берут свой первый. Если честно, и то сомнения были. Украдет ТВП. Ну и вообще заберет. Видит там Ахиллесовую пяточку, но по ней сработать не получится. Лишь первая от команды Fnatic. Маленький грустный первый раунд. Я даже не уверен, это начало или нет. Пока все довольно не собрано от швейского коллектива. Маленький первый грустный раунд. Да. Звучит как грустная история? Звучит. Хочется больше. Или нет? Даже пока вообще никак не звучит. И команда Fnatic в резонаторы не попадает. К сожалению, для них. Пока что все довольно хаотично. Не оптимально, не собрано. Векторы атаки не самые лучшие с точки зрения таймингов. Местами не получается. С точки зрения прикрытия друг друга и вообще понимания, где находится потенциальный оппонент, пока что местами не получается. С другой стороны, из-за, опять же, меты с аугами и всего прочего, вот этого по факту 6 раундов бы взять и нормально. Но именно поэтому пока вот грустный один и непонятно, они вообще сервию сейчас берут или нет. Контроль мидом в исполнении Fnatic. И есть попадание по Шаксу. Это был неплохой выстрел. JV вместе с твистом нашли своего оппонента. Но, с другой стороны, контртеррористы приняли решение оставлять одного в ланге, другого запускать в шорт и больше акцентировать внимание под базой B. А, нет, прошу прощения, это дабл бутшор. Номер 3 сейчас стоит на ком-то. 100%. 100% от Кеннис. Кеннишрап. Вместе с Джексон. Вместе с Джексон. Да, подсадка для Кеннис здесь. Лаки. На пленте находится. Пытается защикать лонг. Пытается защикать яму, помимо вообще ланга в принципе. Немножко Лаки здесь пугают. Он отходит почти за гитрайта. В угол. Ну, кстати, ровно за гитрайта. Ну, за белый ящик. Будет, конечно, непросто. Смог стандартный BIG-совский на парапет, соответственно. И этот смог, там их, по-моему, несколько штук. Можно на парапете оставить этот смог. А второй смог можно скинуть с парапета вниз под КТ. Поэтому этот, по-моему, под КТ, если я правильно помню. То есть он на парапете чокается-чокается. И парапета очень-очень медленно падает, типа, вниз. Прямо медленно. Нет, прямо на парапет. Нормально. Заход-то в итоге в подоточку. Лаки запускает на подъем. Бадди находит минус по брону с бомбой. И на руках Кеннис промахивается. Раз. Кримс в то время закрывает Лаки за белым ящиком. Далее стрельба от Бадди забирает Джейби. Размена от Кримса не последовала. Акзист отлетает от Шакса. В этот момент через спину пытается выйти твист с ВП. А у Кримса очень мало времени. Падает твист. Падает Кримс. Падает Кримс. И экономика тоже падает. Не берут серию. Все так. Берут Фнатики один раунд, отдают следующий и получают 1400 навыки. Это экономический крах. Вот были сомнения по поводу серии. Пожалуйста. Не просто так. Получите, распишитесь, дорогие друзья. Да, вот. Все еще Фнатик неоптимальные вещи на планте. И очень не вовремя не под те девайсы. И никогда надо на Б. Есть варианты, что они, возможно, из-за этого на Б не ходят. Но вы можете собраться, в смысле, хорошо в порядке и сходить на Б нормально. То есть они нормально на Б ни разу не ходили. По-человечески. Врывается на лонг с пистолетами без кевларов. Здесь уже Кенни с затачкой. Также в саппорте с ним изначально забегал Джекс. На шарте у Шакса была некоторая перестрелка с глаками. Но враги не попадают так, как хотелось бы Эйнами. Зато наносит урон по Кенниасу. И выбивает авик Твист. Дарья Броу скрывает Джекса. Шокс забирает Джи-Ви. Но это 4 в 3. И минус от Твиста по Локе. Это практически развал на Эко. С пистолетами. Нет, все-таки Шокс включается. Ришар изо всех сил вообще как может тащит. Даже не знаю. Тут за три Ришара буквально. Под машиной Игзис находит одну из снайперских девайсов. И забирает себе АВП. Посмотрим, что здесь Эгзист сможет показать. Выдут на времена. Могут, кстати, неплохо пострадать. Бадди в шарте. Его чекает Эгзист. Но на это нужно потратить еще какое-то время. Узкая позиция Эгзиста. Ой, прямо вот ровно куда-то. Куда надо? В правую грудинку залетела Бадди. Шокс. 40% здоровья. Даже меньше 35, друзья. То есть с ЭВП и с ЭМКИ. Ну, с ЭМКИ две пули, наверное. С ЭВП это одна. Хватит нападания. Ришар остается в посредине. Видит оппонента. Скорость реакции неплохо здесь. Реагирует Ришар. 16 патронов в магазине пока что. Это достаточно для того, чтобы убить и первого, и второго. За мешочками здесь находится Эгзист. Найс трайф. И стоп-стоп-стоп. Он может еще это выбить. Это найс трайф. Все-таки нет. И против Бролана уже не получается. Молодой по стальбе здесь превзошел Шокса. И молодой-то попал куда-то, посмотри. Фнатик, let's go. Видно по аватарке этого профайла, что это, возможно, брата младшего. Запросил на фоточку. Не, на самом деле, с точки зрения задних штор, которые вот сзади были, это просто топчан. Во-первых, спасибо за молодого. Вот кто смотрит на людей, а кто смотрит на шторы. Спасибо за шторы. Они восхитительные. Они просто чудесные. Ой, как же тяжело, Фнатик. Просто жесть какая-то. Но Эко против G2 то же самое было и на Мираже. Фнатики снова в атаке и берут простой экономический раунд против Девайса. Да, кстати, с учетом того, что это с пистолетами, Кеннис не совсем в себе. Здесь пока что чилим под КСочку. Это хорошо. Это хорошо. Во, вот это, кстати, приятно. А где это находится? Пишите слипчику, у вас где это находится. Как-то приятно даже получается. Да, посмотрим за тем, как будет происходить у нас десятая половина. Весь четыре калаша, пресс-вп для GV. И в целом в обороне два Уга, два Авика. И, кстати говоря, с деньгами и там, и там я наблюдаю очень сильный спад. Это был ВП от команды G2. Ой-ой-ой, ну-ка, 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 снайперский перестает. Нет, все-таки выгоняют, почти забивают. А будут ли его преследовать? А смог? А на КТ? А если вы хотите, у вас сейчас смоки есть. Так, от гранатки увернулся. Там, по-моему, полетел смок или нет? По-моему, я услышал то, что он вот вроде раскрылся. Я надеюсь, это на КТ. Смок также закрывают, опять же, парапет. И можно попробовать пошуметь, выйти под Б сплитом, раз уж вы смок делали на КТ, да, как я понимаю? Он же у них есть. Кримс, нижняя темка, еще флешка на Ашорт. Ну, короче говоря, тут прям обманки, черт возьми, на полные вообще. Полные обманки. Вот теперь смок все-таки под КТ этот летит. Вот только сейчас. То есть то, что было до этого, я ошибся. Это был не он. И вот он, наконец-то. Это будет сплит Б. И теперь у них есть девайсы. И вот у Фнатик есть реальные шансы взять этот раунд на Б, на самом деле. Джи-Ви заходит через мид. Трое как раз-таки в этом направлении. Моликом их заставляют немножко зашевелиться. Но Бадди находим из по гисту размина Джи-Ви. Лаки забирает веста на выходе из верхней Т-шки. 30 секунд времени. И что-то мне подсказывает. Я, конечно, не подстрекатель, но минус от Броуна по шаксу. Лаки закрывает бомб, керри, размина Джи-Ви. И Б-база отрезана. Ну-ка, 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 Бролан. Интересный товарищ. Заметили? Под поиску врывается одного. И кожу в горошку. И посмотрю, он даже глазом не моргнул. Для него это дефолт. Да это нормальное поведение молодого человека. Он такой, все, в порядке. Все в порядке было. Типа я так каждый день вообще делаю. Но это было достаточно приятно от команды Фнатик. Однако. Коэффициент приятный на Фнатик. Немножко начал уже меняться коэффициент. Чутонько. От нашего партнера. Париматч. Все именно так. 7-3. Пока что вот по чуть-чуть, потихоньку, Фнатик продолжает забирать раунды в атаке. И Джиту нельзя отпускать. Джиту должны не позволить команде Фнатику идти далеко. Но. Имея только пистолеты. Да. И, кстати, засада на лонге, действительно. Тут вот практически четвертый для Фнатик все-таки. Ух, а сейчас на лонге-то они их запустят. Плюс в чат, кто сегодня занимал свой лонг. Вот. И здесь под флешку от Шекса. Хороший расклад. Но опять-таки Фнатики. Сунутся ли в этом направлении? Захотят ли забежать на чайок на бомбсайт базы А? Пока я вижу только лишь Кримза, который на боксе играет чуть ли не в каждом раунде люркером, да. И, соответственно, Фнатики в большинстве-то в своем. Акцент делают под мидом, а на миде никого. А, и G2, в свою очередь, уже выправляет себя в шорт. ГТО. На бэ выйдут команда Фнатик совершенно спокойно. Есть варианты, кстати, вот этому звену команды G2 пошуметь на миде. Под верхней темкой, например, лучше не шуметь. А вот на миде можно пошуметь. Пошумели. Молодцы. И продолжать именно через мидл работать. Правда, АВП, наверное, унести. По-хорошему. А пистолетчик, в принципе, можно на миско еще отправить. То есть все в порядке. Только через единицу, скорее всего, не выходить. В смысле, нижнюю темку, нижнюю верхнюю темку вообще не трогать. Не надо. И вот что-то сделает с мидом. Вот у них как раз... А почему не трогать нижнюю верхнюю темку? С пистолетами в упоре гораздо проще. Да, вот как раз в данном случае они там полегли бы. Поэтому они как раз именно через мидл идут. То есть G2 в курсе, как это надо делать. Поэтому идут именно так. То есть так, что объяснил. Как они будут делать. Вот именно так и делают. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Какой ксист хороший. Конечно, минус сделал. Дали, но посмотрите. Не пошел. Потеряли два девайса на фуллэк. АВИК отдали. И сейчас, возможно, взорвется. Кто-то нет. Не взрывается. Не, не взрывается. Но два их забрали. Молодцы. С пистолетами. То есть стандартный раунд провели. Причем стандартный раунд, который еще было сложно проводить по факту. Фнатик вперед, пишет нам Артем. Да. Фнатик вперед. Все так. Ну вот пока сложно. Фнатик, но забрали постепенно. По чуть-чуть. Шаг за шагом. В атаке разогреваются. Но G2 умудрились взять неплохое количество раундов за защиту. И хочется верить, что этого будет достаточным для своего пика. Иначе они проиграют 2-0 и пролетят с главным турниром этого года. JV уже попадает по одному из игроков за щит. И у Бадди уже далеко не фулл-ХП. А вот фулл-Джекс сейчас будет контролить нижнюю тэшку. Бролан. Мистер Бролан. Да нет, твист. Просто все, до свидания, Джекс. Да-да-да, что-то тут отлетает просто игрок-защита. И Бадди еще получил по ХП уже у него 31. И вообще-то сложно. Подсадка, кстати, на коробке. Она здесь особо не сработает под поджим G2, потому что G2 не будут поджимать. Им бы хоть пленты сдержать бы сейчас. При этом B отпускается в том плане, что это поджим и да, потому что очень страшно отдавать мидл команде атаки. И на X-боксе, то есть там можно забрать, если правильно все сделать. Но пропускает момент, висса уже не забрать вопросы к Шаксу. Ришар, сделает или не сделает здесь вещи? Там еще Кенни за спиной, флешка, оба в лайнде, но Кеннис так и не среагировал. Он продолжает репикать. Промакивается в такой ситуации дважды. Что с ним не так? Да все то же самое. На первой карте уже говорил, по-моему, все. Могу только повторяться здесь. Висс, еще взрывает лаки. Кенни Бадди остается вдвоем. Причем надо сейвить так, чтобы уйти хотя бы живыми, точнее не хотя бы вообще живыми, надо уходить отсюда. Есть деньги, чтобы охотиться? Да. Да, у двоих есть деньги, чтобы охотиться. Вопрос, будут или нет. В паре можно пойти. В команде Фнатик чуть позже, когда 20 секунд останется. Как раз ровно до B погулять. Вот как раз через единицу, типа, подсмотреть там что-нибудь. Но с другой стороны, от потенциального снайпера можно на единичке, например, поотлетать. Видимо, Фнатик не пойдут. То есть они такие, нет, у нас сегодня, походу, через единицу на B получается как-то так себе. Наверное, не стоит. Ну, вот их решение 7-5. 7-5? Садитесь. 7-5? Что? 7-5 садитесь. Новые оценки, новый вид оценок в школе? Да. У нас в свое время было от кола до пятерки, например, только. Сейчас я вот в курсе, что как-то по-другому это работает, по-моему. Кого сегодня к доске вызвали? Сегодня же суббота, правильно? Ставьте вашу оценку, которую вы получили у доски. Фотографии присылайте, как вот у нас недавно было там у доски. Фотографии о человеке к унтер-струке. Повторчик минусов в шарте. В антаб, да, то есть такой вот залетел от места. Шикарно смотрелся. Класс, хорошая здесь. Не, ну, опять же-таки, G2 очень часто промахивается. Мы с тобой это уже неоднократно отмечали. А в чем проблема? G2, у вас, говорят, вот на праках все хорошо, а где хотя бы стрельба? Окей, не везет с тактической составляющей, не везет с какими-то моментами. Но как часто промахивается Кеннис? Я очень хочу взглянуть на тубуляцию и посмотреть, а он чуть ли не снизу ли опять? 4-5. Интересный вопрос. А в АП он Ришару отдавал? Да, 4-5, да. Да, да, да. И это мейн снайпер команды. Нет, это не удивление ни разу. Для меня это удивление, как болельщика для команды G2. Ой, да не. В смысле, как для комментатора аналитика, для тебя это не удивление, а то, что сердце болит? Да, окей. Я тоже раньше болела, потом перестахло. Потом я умер внутри, и стало все хорошо. Господи, пустим. Ты так, это не надо, не надо тут. В смысле, с точки зрения... Переоблуса, переоделся просто. Почему болеть за других? Ну, типа да. С точки зрения команды G2, просто посмотрел на аналитику, статистику и все остальное, и понял, что надо все-таки мозгами здесь действовать и думать с точки зрения этой команды, потому что что-то никаких шансов не дает абсолютно. Бролан, на нижней темке. Вообще-то интересно. Ну, ладно. Нет, все-таки проигрывает Бадди. Казалось, мог бы забрать даже и одного как-то, и второго. То есть сначала верхнего, потом типа в чепчик нижнему. Нет, не получилось ничего из этого. Молик под желобок здесь на меду. Пытаются вкинуть команду Фанатик, все получается. Опять же, смоком тут даже можно закрыть все эти позиции. Кенни, С. Врубается. На парапете, точнее на входе в шартовый парапет Аплента снимает человека под бочками. Молодец, Кенни. Молодец. Твист подходит к стихе. Вот так вот. Бадди. Две головы. Пум-пум. Да, Твиста просто волной. Шок. Что же выходит? Смоук. Как много сейчас. Житу выловили на банальной Аркаде. Да, да, да. То есть это поджимы не вовремя, а поджимы от оппонента. И при этом максимально сконцентрированная и исключительно в этом плане позиционно-пассивная игра от команды Житу. А Фнатики же проявляют инициативу, им же надо атаковать. И вот Житу их как раз так и поймали всех как мух. Красиво работают. Газетой. Очень красиво работают. Что ж, продолжение первой половины обещает быть очень интересно. Мы с вами видим, что у Фнатиков экономика тоже шатка как и у защиты. Но у тех, кстати, справедливости ради побольше финансов в запасе. Так что тут возможно даже 10-5 в случае, если Житу закрывает этот бай. А так Лаки попытка выхода в мид. И после флеш-гранаты под самоками он никого не заспотал. Гзист. С Иксбокса слезает. Гзист, Лаки. Снайперская дуэль очень интересна. Естрересил не промахивается по Лаки. И отправляется здесь. Увольный к чайлу раньше. Увольный был такой замечательный кнейм. Опять Б. И на единицы у вас не совсем получалось. Но опять, есть инфраструктура по гранатам, есть девайсы. Есть все для того, чтобы сопротивляться. Но хорошие банки очень важны. Хорошие флешки в лицо под высокие очень важны. Например, Бадди, Бадди, Бадди. Что это сейчас было на Б-планте? Он же сейчас мог двоих, а то и троих просто на легкие забирать. В итоге Б база выбита, G2. Но уходить на сейв кому-то можно. Но вот Кеннис, наверное, даст. Что по гранатам? Флешка, флешка, смок. Выглядит как нет. Работать можно. Выглядит как нет, если честно. Но работать-то можно. Нет. Ну, то есть, ну давай посмотрим. Вот сейчас уже нет. Сейчас уже мало вероятно. Смок еще себя закидывает. А я смог же буду топить. Зачем так рисковать? Да. В смысле, как только смог раскрывать, террористы просто топят под единицу. Все обойма типа минус 30. Он забрал Абик и убежал. Но Джакс, да, в спину ему вроде не попало. АВП действительно сохраняется. В сторону команды Фнатик. Деньги есть-есть. Раскидай, все в порядке. Да, все в порядке. Я об этом и говорю, что у большинства-то деньги были. И тут дело не в том, что... О, а это мой молодой человек. Этих людей я возглавляю издалека. Реально, мама пишет. Любимая команда победила. Теперь можно расслабиться и посмотреть качку G2 против Фнафика. Ну как победила? Они же еще не вышли в следующую стадию. Да. 2-2. Завтра все решится. Так что вдруг я буду вместе с тобой болеть за Нипов. Нипов должны были бы. И, вероятно, я буду плюс-минус с тобой болеть за Нипов. Потому что все еще... Ниндзи в пижамах. Да. Окей, может быть. Так, ну-ка, ну-ка, Гзист! 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 Но все-таки отъехал под... Кинули флешку, походу, в третью под Гзиста. Он вам доверял, а вы его... Он умер. Короче, грустно. Ну да, действительно, пока по разменам Фнатики снова немножечко проигрывают. Но с другой-то стороны, если подумать... Защита 8 раундов G2. Вот прям разошлись не на шутку. И действительно хотят выходить на 9-6. Тут у Кримза интересная позиция под Смаком. Может в гэп словить оппонента. Но опять-таки Кинес вовремя останавливается. Есть у него вот этот стоп-барьер. И, в принципе, аркада Джекса на ланге, она и всегда может превратиться в пушмида в спину. Вот снова-таки. В любой момент. Молодой любит находить себе смелость. Да. Нашел. Нашел. Все найдет. Нашел. Окей. С Джексом все понятно. Смелость нашел. Продолжаем дальше. Команда Фнатик. Нижняя и верхняя темка плюс миддл от Джаспера. Он же, в общем-то, Джаспер. Лаки. Минус один. Лаки. Оу, боди! Опять бэплэнд. А тут Джаспер все-таки погиб. Кримс плюс Бролан остаются 2 в 3. И вот это вот, самая важная перестрелка здесь. Джакс. Джакс. Справился. Это что за фаталити здесь от Джакса-то было Брон. Брон. Первый есть. Первый есть. Но нужно встать в такую позицию, дабы тебя не нашелись с двух сторон. Но он сейчас так сильно рискует. За высоким, может быть, стал за высокий. Да Кеннис его слышал. Кеннис. Опа! Сюда! Сюда лут говорит! С теплом ретактики Брон все-таки проигрывает перестрелку. И Ришар Попион берет 9-й раунд для своей команды G2 Esports. Но попытка была неплохая. На самом деле байт на авик. Наверное, Брон сам такой думает, что? В смысле Кеннис решил сдаться. Белый флаг. И Брон такой, что, Симпл? Страшно против Симпла играть. Да. Это, оказывается, был Кеннис. Вот так вот. Плюшки, снайперские плюшки передаются, скажем так, снайперскому сообществу по наследству, видимо. Ну или там не по наследству, а как-то вот в дружеском эквиваленте. Но в любом случае первая половина прошла очень такая, знаешь, интересная. Во многом, да, на G2 все-таки нашли силы в себе, так сказать, подойти к своему пику более серьезно, нежели на Мираже. И получаем мы уже как минимум 9 раундов. А на Мираже G2 взяли 8. 16-8 уже как-то получилось. По-моему, да. 16-8, может быть, 16-9 максимум. То есть до десятков точно в G2 не зашли. Там вот G2 были проблемы. Начнем с этого. Ну, в смысле... Так они и здесь есть просто. Фнатиков тоже в атаке есть проблемы в 22-м. И они очевидны во многом. Но, с другой стороны, это Best of 3, а, быть может, давайте третью карту. И, как наши аналитики сказали, G2 могут пуверпас забрать. Может быть, да, кстати, вот насчет пуверпаса, наверное, может быть. Но. Есть одно маленькое. Но. Маленькое но. Это вот эта замечательная фотография. Привет, из Германии. За красивый КС. Пишет нам Богдан. За красивый КС. Хорошо. КС красивый. Не спорим. Ну, за Фатерлянд. Богдану. Добрый вечер. Вы понимаете, о чем говорит Малдыч? Да нет, все в порядке. Все в порядке. Хорошо, если все в порядке. Все в порядке. Давайте продолжать. С вами Аниша, с вами Слипчик, дорогие друзья. Спасибо большое, что вы здесь вместе с нами. Мы надеемся, что вам, первое, все нравится. Если что-то не так, пишите нам в чате обязательно. Просылайте фотографии для того, чтобы выигрывать девайсы. Девайсы у нас уже были разные. Была клавиатура с механическими, свечами. Сегодня наушники. Была мышка. Сегодня наушники с системой 7.1. Соберете полный сетапчик. Да, да, да. То есть прям, ну, хотя бы частично можно собрать. Вот они, наши коэффициенты от нашего уже партнера Parimatch. Полтора на G2. Ну, вот сейчас можно сказать, что смело заливать на Фнатик. Хотелось бы, наверное, Косиков. Со второй половины вот от Фнатик. Вот пистолетку ждешь все-таки? Вот КТ, сторона, УГИ, пистолетки. Нет, а ты вот от чего отталкиваться? Пистолетки или же все-таки ждать именно первой закупки за защиту от Фнатика? Очень сложный вопрос. То есть вообще ничего не ждать от Фнатика? Все достаточно волнообразно здесь. И мы будем смотреть сначала за первыми раундами. Интересно. И потом за девайсным. И вот после этого уже будут какие-то мысли в голове. Ну, то есть типа от цветового метода, ну, в смысле от фонаря, доставать как бы информацию как-то сложно сейчас. Не могу тебе сказать. Жалко. Хотелось бы услышать, на самом деле, твои мысли по поводу пистолетки. Но, друзья, я считаю, что для G2 сейчас, ну, вот, нужно выходить на карту под номером 3 на Оверпасс. А там, ну, да, на самом деле, XZ с компанией-то тоже могут на Оверпассе неплохо сыграть. Но, вспоминая опыт Фнатиков против Вичи, когда горит... Ну, да. Вот это мое лицо 8 месяцев назад. Почему 8? Ну, когда вот G2, я еще был молод, юн. Понял, понял. И понимал в Counter-Strike гораздо меньше, чем сейчас. Вот это было мое лицо, если честно. Ну, в смысле, очень похоже. И когда я смотрел G2, и такой... Но нет. И потом еще так 35 раз, потом до меня начало доходить. Ох. Так, пистолетка вторая. Бадди. Бролон. Поджек все проходится. Бролон за бочками. Около дальнего пока что. Там дефолтный ящик ему помогал. Твист. Ну, тут забег хороший от команды G2. Еще смог у них было. Еще три флешки есть. Вообще, по факту, дико тяжело. Что-то Фнатик сейчас будет, я чувствую. Тут выбивание Баплента и Твист. Попытка как раз-таки под флешить играть от соперника. Выйти не удалось бы ему поставить... Да флешки отличные от G2. Высоким. Ну, отличные, да. Но ретейк-то где? Так ретейка и не будет. Флешки отличные от G2. Понял. Так тоже можно. Ну, то есть вот еще одна, последняя. И экзистера остается последней. В итоге минусует одного. Понимает, что через желобок с окна на него могут выходить. На самом деле, через мои двери в Баплента выходят Лаки и ставят ему шот. 10-6 пистолетку берут G2. Приятная пистолетка. Вообще, по всем, в принципе, параметрам с точки зрения ретейка под бомбу на защиту. Молодцы. Такие. Нужно ждать первой закупки от Фнатик за кт-сторону. Уже после нее какие-то выводы придется нам с тобой и нашим аналитикам для себя выводить. Ну что, еще один раунд. Только вот Фнатики приняли решение закупаться. И это, кстати говоря, стоить может очень дорого. Твист на ланге умирает. Бадди его находит. И теперь для Фнатиков меньшинство. И, по идее, отсутствие какой-либо помощи тому же самому Гзисту. Он будет единственным опорником направления A-bomb-сайда. Гзист. Пытается здесь вталяться. Будут ли пушить G2 и Спортсалон? Кстати, большой вопрос. Что здесь на плато под Титаником происходит? Гзист еще Кенни взрывает. Стоп. Там бомба упала. Неприятно как-то для G2. Здесь против этого Форсад. Фнатик. Как-то, ребята, не разобрались. Не собрались, не разобрались вообще, что происходит у противника. Кримс. Ой, капризный пистолет. Нет, не такой капризный. Один патрон, только я или он. Его прикрывает бронз с нижней ташки. Да ладно, Лаки и Бадди вдвоем. Что ты? Кримс. Еще нет. Еще нет. Нет, 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 Лаки. Неужели Форсу, неужели счастливый человек остается последним? Все его товарищи погибли. Вот оно счастье. Такое себе счастье, на самом деле. Быть одним. Одному. Быть последним выжившим, да. Да, он последний. Но бомбу ставит за испанский. Ведь медведя нет против него. А то так бы, пиши, пропало. Против трех игроков от команды Фнастик играет Лаки. Первый поехал. А почему по одному выходит? Почему не ворожено? Космос. Второй почти. Еспер Вексел. Ждет Гзиста. А вот он Гзист. Страшно. Лаки против двоих воевать. Пытается за испанским закрываться. Он похоронит. Он похоронит. Это Квадр. Квадр. От Лаки. Муа. Неплохо. Но Фнастик сами виноваты. Один в три сейчас должны были выигрывать, на мой взгляд. Хороший такой сплит. Два шорта. Один через лонг. Дождаться бы. Но не дождались. Проиграли еще один раунд сверху. И проиграют еще, потому что нет экономики. Сами виноваты. Сами решили. Но вот история все ближе к тому, чтобы действительно посмотреть на оверпас. На подземку. Которая будет очень неоднозначна во многом. Потому что и Фнатики себя зарекомендовать на этом поприще не могли. А сейчас под базу Б. На тачке двое игроков защиты. Живи. Правда, не дочекали. Он тут что-то настрелял, настрелял. Но не попал толком. Не попал. Не попал. И Гзист вместе с Кремзом вдвоем. Ну что? Гзист и Кремз. Два дегла. Деглы могут повесить голову и голову, например. Кремз почку получает, почки больно, Кремзу нормально. Но позиции нет. Вот в чем проблема. Прошлый раунд действительно какой-то странноватый. По одному выходили на оппонента. Гзист так и не смог выйти далеко. Брон играл слишком широко. И под Гзиста так и не получилось. То есть ни одному не получилось сделать идею, ни второму под первого не получилось сделать идею. Ни второму с планом Б, ни первому под второго не получилось сделать идею. Короче говоря, хаотично от Fnatic На второй половине, кстати, тоже хаотично В плане... И атака в начале первой половины от Fnatic была хаотична Я вижу, что защита, особенно при ретейке Когда вы как бы атакуете флэнд, это то же самое Ну как бы будем считать, то есть с психологической точки зрения Типа вы проявляете инициативу, та же хаотика То есть то же самое, это не меняется И мы можем в таком случае утверждать, что на этой карте Или вообще, в смысле сегодня Fnatic Вот такой трейд, да, перк, минус особенный есть И это же то на этом в атаке на изи могут работать То бишь по факту ставишь бомбу и тебе норм И защищаешь бомбу Ее нужно поставить Согласен, в этом есть своеобразный минус И GV пока что не попадает в лонг Но по таймингу успел замечать Кенниас Просто так бы не стал стрелять Хотя все равно это прифайов смог Так что здесь даже булочки в фоллблайнде А вот Джекс находит минус пол GV Далее 4-5, Сигзис Слишком широко открывается в опенфилде И умирает от него бадди Но Лаки на размене В спину заходит броун Также Сталиба проваливает Этот контр-выпад И Твист с Кримзом вдвоем Похожи на ответку Причем довольно-таки суровую Да, там было 16-8 И здесь, быть может, тоже что-то подобное Нам таки придется лицезреть 300 Кримз Досейвить, конечно, что здесь еще Делать Не получается Фнатик Вот с аугами, не с аугами Никак не получается Но уже дело не в аугах Основная история По поводу второй половины Это вот Тот большой Хаотический ретейк Который у них теперь В смысле не теперь А вот сейчас просто не работает И как я вижу Он не будет работать Пока не починят Я не вижу, чтобы они это чинили И я не уверен, что они В курсе, что происходит В смысле Сама команда, я имею в виду То есть Какие минусы вообще сейчас видны Да Это означает, что Допустим, мы предположим Что это будет продолжаться Если это будет продолжаться Еще раз, да Ставят бомбу Все в порядке Команда ждет Выигрывает карту Фнатик 1, 2, 3 Фнатик Дави Вот так У нас уже растерились Линия нашей Зрительской аудитории Хотя по Предикшенам-то в чате То же самое Было 50 на 50 Бросс-минус Там, кстати, я увидел наушники Вот как раз Человеку, да И правда нужны наушники Вот у меня такие были В 2003-м С переключаемой кнопочкой Попадает под прострел Хороший флеш на лонг И Джексу тут немножечко Нужно постоять за стенкой Чтобы прождать Эффект флеш-гранаты Но В защите Твист с ВП Байт до 2000 Где-то так Хотя у некоторых даже больше И у Фнатик задумка Скорее всего играть Именно от Виста Которая забирает Джекса Уже в направлении Лонга базы А Там смог Откидываться на тачку Возможно С расчетом на то Что потом Французам придется На этот момент Обратить свое внимание И шок С контролью Пока Стоялова Тотальная Кстати говоря Стоялова Душилова Что-то здесь у нас На Пыльнике Два Происходят Команда Фнатик Нельзя Дать поставить бомбу Это все Что вам нужно Пиши Если поставят То уже Пиши пропало Ну или почти Пиши пропало А может быть Даже уже и не пиши Потому что Тринадцатый раунд Команда уже есть Осталось еще три По лангу Идет звено с бомбой Основное С шестерки Там еще сзади Прикрывает Кеннис С позиции шести Кеннис уже выходит Присоединяется К основному на звено Два смока Соответственно на проем Что-то миллиард смоков Если честно на проем Да конечно будет прострел Но смоки Очень сложно угадывать Шок закрывает еще Гзиста Двист Шокса Вот сложно Убьет не убьет По таймингам не разберутся А он уже пустил аплент Вот чем вся проблема То есть он дал Пройти Команде атаки В сайт И Лаки за тачкой Тоже может получить Что-то интересное А вот теперь ретейк Да То есть вот это самое интересное То есть как бы Два в четыре И казалось бы Четыре человека У команды Фнатик И вот мы смотрим Вот давайте смотреть Вот он Лаки Лаки Видит одного Парец ход Два минуса Раз Минат Броуна И Кеннис Промахивается раз Кеннис промахиваться два Не собирается Третий диффузит И Кримс умирает И казалось бы Ретейк четыре в два Я просто Я подвожу вот Свою мысль Под точку Которую только что Ставит команда G2 Если у кого-то Были какие-то Хотя бы сомнения Вот пожалуйста Вам дорогие друзья Описывать больше Как бы мне нечего Когда поставил Пятьдесят рублесов На G2 Спаси и сохрани Сильно Дай бог здоровья Не на самом деле Наши аналитики Говорили что Если до третьей карты Дел дойдет Там реально у французов Появятся шансы Но До третьей карты Конечно же мы по чуть-чуть уже доходим 14-6 И в двух шагах G2 от третьей карты G2 получает попадание Снайперской винтовки Кенеса И Лаки в нижней тэшке И агрессив шортплей От Кримза Это все хорошо Все хорошо Но По идее По идее Контакт с Кенесом И вырисовывается Сплит на Аплэнд Но на какой минуте На какой секунде Это будет сделано Никто не знает Не знаю Что Фнастиком делать сейчас То есть Не давать ставить всегда бомбы Это утопия какая-то Ретейк вы сами видели Я при этом За пять раундов До этого пытался объяснить Почему так может происходить И зачем И вообще Как это работает Не знаю То есть Все паузы ставить подряд Разбираться с этой проблемой Один С бомбой Вперед Паровоза Да куда вы идете Твист Харони с Кринзом Троих А Лонг Да убивает В яме экзиста Ну а что дальше Вы бомбой потеряли Окей Это ошибок Джету и спор В таком случае Играть Если Джету Так будут ошибаться Два раунда осталось Дорогие французы Вы выпускаете Вы выпускаете человека Выходите на сухую Практически Из того что я увидел Выпускаете Да человек из бомбы Соответственно Бомба падает Возможно неудобно Возможно далеко Ну как бы вариант Да мало ли там Она куда-нибудь вообще Вниз вывалится Вообще Жесть забей ГГВП Красиво Да Кеннис конечно Здесь убил через дверь Лаки последний Будет сейвить Бомба не поставлена Денег дополнительных у него нет Выживать надо Успеет Потому что секунд не останется Или команда Фнатик Чтобы убить Лаки Хотя его предположительно Слышали на последнем шаге Который Лаки вот сейчас Вот тык вот этот сделал Фнатик тащил Ооо Как тот Полков Фнатиков прибыло А еще и Старая добрая футболочка Лол Паник По-моему Я что-то такое помню Смотри как тут классно С точки зрения Того то что Это прям очень приятно смотреть То есть Проектор Как я понимаю Все красиво Круто Большой экран У меня флешбеки С 15 года Сидишь чилишь Очень интересные флешбеки Я помню даже Такую организацию По-моему Вот у нас Вступает в игру Дополнительный параметр Это вот Та самая несобранность Команды G2 Когда не надо Ну то есть Когда надо Когда не надо Всегда не надо Соответственно И вот на этой истории Фнатик Может быть Могли бы выехать То есть чисто на ошибках Противника Но Честно Поверить Очень сложно Что G2 Могли бы Вот сейчас При данных всех Условиях Потратить Как бы все свои Семь раундов Например Чтобы Фнатики Сравнили счет Вот очень сложно Серьезно Ну это встречается Да Давали Винстрайк В свое время Камбэк Фнатикам Ну заоформить С собой Выиграли Там 16-10 По-моему В этом роде Здесь история Может быть Несколько похожа Да Действительно Фнатики сейчас Ну готовы Выходить на камоч Семь раундов Разницы Очень много Работы Впереди А французы Если Не будут Пользоваться Стратегиями А-ля бомба Вперед То Должно Рано или поздно Хотя бы Ну на допы Выйти Да Был АВП Команда Фнатик Три Ауга Самые Самые модные Девайсы Шокс Просто взрывает Голову Твиста Причем Подсаживается На Иксбокс Моментально Моментальная реакция В общем Моментальное Все Не в позиции Соответственно Здесь Кримс Находится Не в позиции Человек на коробке Находится А план Никого Да Не в позиции Один Не в позиции Второй Собственно Это будет Постановка Бомбы Раз Ретейк Вы уже Видели Даже с Девайсами Даже с Аугами Все равно Фнатикам Предположительно Будет сделать Это сложно И по факту Я мог бы Эту фразу Даже не говорить Потому что Они не будут Делать ничего Бро Он На миде И вообще Фнатики Ну то есть Они просто Вот как ты любишь Говорить На сухую Это план Уходят на сейв Потенциально Отдают Пятнадцатый Раунд Житу И одного очка Французам Не хватает До того Чтобы увидеть И эту Бестов 3 На третью карту Джимми Забирает Джекса Далее Агзист Видит Как скачет На миду У нас Кеннис Лупе Еще Вилаки Тут спинкой На него Опа Сюда Но Даже тут Не справляется Эгзист И Кеннис С компанией Остаются В данг Между прочим Пятнадцать Семь Восемь раундов Преимущество Ма-поинт Для французского Коллектива И я Теперь вот понимаю Что в Рицах На самом деле Джету На Мираже Все было далеко Не так уж И страшно Они представляли Что Мираж Они могут проиграть А на Дасте Втором Они практически Так же Разносят Фнатик Могут выиграть Да Фнатик Большие проблемы На Дасте Т2 Аналитика Здесь разберет Еще дополнительно Возможно Вот Те Некоторые Мысли О которых Я говорил По поводу Хаотических Движений В атаке И в ретейке Что психологически В общем-то И в целом Одно и то же В плане коммуникации Вы должны Стакаться Абсолютно так же Плюс-минус И делать Четкие Фокусированные действия Фнатик Это не делает Ну в общем Я бы аналитику Послушал на самом деле А мы послушаем И вы дорогие зрители Да Поэтому ребята Не разбегайтесь После конца карты Далеко Потому что здесь Вот этот даст Это довольно Довольно показательный даст Спортный момент Поставил 40 гривен На ГТУ Опа Ну знаешь Вот такая вот спорная ситуация Вроде как Пока Два на два Я видел эту стену Я помню Эту фотографию Я помню Эти дизайнерские Ящички Это по-моему Тот же человек Эта же стена Если ошибся Простите пожалуйста Если не ошибся 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 Ну значит очень похоже Лаки С ребятами В нижней тэшечке Есть минус На Джи Ви По Кенниасу И Фнатики начинают Этри И далее Джи Ви Включается на Лаки Слушайте Что-то начали поджимать ЖТУ Но в плане Вываливаться по одному Как мы видим Ну у них это всегда было Джесс Перверкс Да здесь два килла Ну не то что всегда Они бывают Очень аккуратно Полупассивно играют Причем волнообразно Очень красиво Я имею ввиду То есть это реально работает И вот Немножко фокус потеряли Не стоит Буквально же один раунд Забрать Реально не стоит Надо переходить на третью карту Там же возможно Фнатиков даже и разваливать Кстати говоря Трист Врыв под флеш Бадди его находит Здесь уже Три в четыре Очень осторожно Нужно принимать Апланты Потому как Зист и Кримс Я в них не сомневаюсь Индивидуально Они тоже хороши Но при выходе Три в два Сил может не хватить Минуточку Прилетает Смог на шорт 50 секунд G2 Все еще Подготавливается Кримс Как же он хороший Интересно Интересно Ну-ка Так его не будут ждать Сто процентов Кримс Потерпеть 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 Разворот на 180 Выходи Ломай лица Если они здесь Вообще Вот Нормальный Кримс Одного закрывает 15-8 Восьмерка От команды Фнатик Очень Безумно Бесконечно Просто долгий путь Если вообще путь Семь раундов Подряд Вот Чисто ради интереса Друзья В чате Вы верите Что команда Фнатик Сможет взять Семь раундов Подряд Плюс в чат Если это так Тяжело Будет Очень тяжело Шведам Вот Французы Конечно Я не знаю Мне прямо Очень сложно Поверить То есть Тогда вот Именно что Вроде Семь раундов Не так-то и много Но тогда Два Это защита Даже не поверить Я просто Посмотрю Ну то есть Я не знаю Нереально Как вообще Это можно отдать Кеннис Добирает Тиста Лаки Оуу Джесс Первексел Стоп Твист Что? Тринатри Кримс Работают Не прыгать куда Не надо За бомбой Не надо Стоп 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 Какие гранаты есть Не идите Не делайте Подождите Подумайте Ну бомбой Ну бомбой Надо отбивать Окей Вот сейчас Очень было Правильно Постоять На шарту Постояли Пятиметровые Руки Шахса Взял Слинял Нормаз Хорошо Настоящий Маленький Нинджа Но на б-базе Брол Саук Но ждет Как раз таки Верхние Тэшки И по идее Житую Могут повторить Свою попытку Выхода на Аплант Потому что Сейчас В А-сайде Методом Вычислений Они никого Не встретят Вообще никого На КТ у нас Где-то лежит Ну как лежит Сидит Номер 9 Это твист В спину Джей Виза Аркадий Лонг Собирает Ну фу про Титаник И я думаю Что буквально Через несколько секунд Пойдет и выход И ротация С б-бом сайда Твист будет отходить Он будет в курсе Что происходит Ему Все Все говорит Джаспер Вексел Твист спокойно отходит Включает свой прицел На Уге Вот он Вот он прицел Вот так вот прицел И ему сносит голову Угу И Броуна С Джаспер Вексел Будут пытаться Разбираться Что там у них есть Флешки Две флешки Два смака Джакс Убьет он Стоп Нет Он не посмотрел В правильную сторону Не угадал С точки зрения того Как Джей Ви будет Выползать Шокс Забирает Броуна Падает также Джей Ви И друзья Это похоже на размен Своими пиками Что G2 Что в общем-то Командов На Тик забрали Свои карты И сейчас Мы с вами И нашими аналитиками Будем ждать Третью карту Потому что Оверпасс Подземка Действительно станет Незабываемым Ну а это Топим за все команды И весь КС Вот так вот Дружненько Илья напишет Спасибо большое То что топите Вообще за всех И просто смотрите Интересный контр-стайк У нас дорогие друзья New Challenge Стейдж Интелл Похожим образом Фнатик не были готовы К Дасту Как оказалось Вообще-то Они вообще не были готовы Даже к такому Дефенсу От команды Г2 Которая не занимает Длину Просто Пацаны А занимайте длину Мы тут в зиге Потусим Мы в зиге Потусим Что мы раз Играли команды Ну вот Никак То есть Одна плохо играла Вторая хорошо убивала Что вторая Две команды Играли Ну вот тактически Очень плохо Да и По стреме Ничего особенного Просто Я не знаю Как так можно делать Это какой-то Новый уровень Контер-страйка Это реально Хай-левел А мы занимаем Длину Только когда Партийников Эко И все Кстати У меня такое чувство Что ты переживаешь За командную Ты за них болеешь Серега Посмотри на этот раунд От команды Снатик Вот этот вот Там был Крим с деглом Потом Джей Ви был с деглом Там Молотов Смог Парень покупает Легкие арморы Ну как бы На что-то надеется По одному Выходили Так вот У меня такое ощущение Что ты больше Именно болеешь Переживаешь за французов За житух Ты знаешь Я вот Тебе нравится эта команда Я вот вместе с тобой Вот Сделал Добедчику И я Ужасался Просто Как играет Оба Два коллектива На этой карте А как тебе Очень интересная Задумка Два длина СВП И три Был такой раунд Ребят От команды ГТУ Просто гениальный Они делают У меня в команде Называется раунд Ретейк Мы занимаем Зиг Понимаем Что опорник Стоит на яме Мы кидаем Два смока На старт Чтобы Перекрыть Хелпу Длиной Чтобы хелпа А не выходила Убиваем яму Ждем Мы читаем Раскидка Зиг И мы зажимаем А Что делает команда ГТУ Занимает Зиг Делают два смока Смоки Взрываются Снайпер Скидки Стоит Просто Снайпер На спуске И убивает Троих Которые Вышли Зиг А те Два Которые Выходили В длину Говорили А пацаны А мы Даже Еще Не в яме У нас Снайпер Стоит Вообще Абсурдный Раунд По таймингам По всего Своему Граты Попали Но Вот Я не знаю Промолчаю Да ты уже Мне кажется Все Что только Можно По этой Игре Сказал Слушай Живи Кстати В последнем раунде Я чуть-чуть Его не понял Ну Вот эта наглость Привела к тому Что Представляешь Наглость Которая Идет Не всегда Во благо Сейчас Вроде бы Должна была сыграть В плюс Раунд Фнатик Но Живи Настолько Не поверил Что это А И просто Обижал Всю карту То есть Он был на длине СВП Он мог вообще Выиграть Легко раунд Ему ничего Не надо было делать Он мог остаться Смотреть длину Кто-то на КТ Был Мог смотреть миддл Искать Зик проходит Живи просто выходит И отстреливает по одному И все И выигрывается раунд Что делает Живи Он пушит коробку Пушит Трес Пушит Тёмку И когда бомба ставится на А Он говорит Б чисто Скажи мне Почему Логика была бы такая Он пропушил коробку Сказал что никого нет Возвращается на А Челс КТ Идет на Б просто И смотрит ворота Я так и сделал Это классно Ты знаешь Что у тебя длина не будет Примерно секунд 20-30 Никого И тебе надо смотреть только Зик И мид там они сами справятся И все Прям можно даже на подъем встать Чтобы удобно было принимать Да Ну не знаю Слушай Очень непонятно мне таким Мне вообще непонятно Дживи и Кеннис Я считаю Оба сыграли Очень Не очень Не очень Но это два Мейнауапера То что мы увидели На Мираже То что мы сейчас увидели На Дасте И какой мы можем Сейчас сделать прогноз Тоже будет у нас на оверпассе Это я не знаю Я не знаю Ты мне говоришь Я говорю Серег Вот мы общаемся с Сергеем Пока смотрим Общаются Подтверждаю Да И я говорю Сергей Как ты думаешь Может G2 все-таки Заберут оверпасс И мне Сергей так уверенно отвечает Знаешь Вот у них плохой оверпасс Я думаю Блин У фнатиков Наверное нереально крутой оверпасс Что они просто проигрывают Всем подряд Его на этом турнире Ну У французов действительно Не лучший оверпасс Ну я не знаю Если два плохих Два плохих оверпасса Ладно Классный мираж От фнатик Классный ДАС-2 От Сомнительный ДАС-2 От французов От G2 Что у нас ждет На оверпассе Пять монстр Каждый раунд Знаешь Что он будет Пацаны Идем Контакт монстр Идем Контакт монстр Каждый раунд Под флешки Без флешки Все равно Ну просто монстр Я думаю Что 70 раундов За атаку Команды будут ходить Контакт монстр Под гранаты Под флешки Но Единственный плюс Который вот я вообще Всего вижу И не поверишь Что это Это GV С магом в подвале Ты его не увидишь В подвале Увидим или нет Друзья Гадать остается Не очень долго Третья карта Не за горами Перед тем как ее посмотреть Отдохнем чутка Ну что работяги Запускаем Общение на максималках На самом быстром Мобильном интернете В стране Мегафон Включайся